В оккупированном Крыму острая нехватка врачей. Кадровый дефицит первичных медицинских работников в медучреждениях по данным оккупационных властей составляет 60%. Речь идет о специалистах поликлинических учреждений, врачах, общей практике, педиатрах и участковых терапевтах. Нам необходимо по нескольким направлениям работать. Это привлечение новых кадров, закрепление тех кадров, которые работают, которые собираются уходить и информатизация. То есть облегчение, уменьшение бумажной нагрузки и перераспределение должностных обязанностей в сторону среднего медицинского персонала. В целом же во всей медицинской отрасли Крыма дефицит кадров составляет 30%. Сейчас в медучреждениях Крыма остаются открытыми 860 ставок. Больницы нуждаются в 140 работниках скорой помощи, 76 терапевтах, 63 семейных врачах, 27 педиатрах и 65 лабораторных сотрудниках. В оккупационном Минздраве Крыма говорят, за последнее время поток пациентов увеличился на 25%. А учитывая значительный дефицит кадров в первичном звене, система оказалась не готова к приему такого количества людей. Чтобы избавиться от очередей, в Крыму хотят перевести бумажные медицинские карты в электронный вид. Правда, сколько это займет времени, не уточняют. Как и то, кто будет делать эту работу. Пока же врачей обучают работе на компьютерах. Пациентов 40 у нас уже как бы обучены специалистов. То есть задача министерствам такая поставлена. Нужно будет работать на компьютерах с этими программами, которые мы надеемся очень, что они облегчат работу и регистраторов, и надежды возлагаем большие на то, что все-таки уменьшатся очереди. Пока чиновники гадают, как перекрыть дефицит медиков и строят планы о светлом будущем отрасли, крымчане ежедневно сталкиваются с трудностями в больницах, очередями, отсутствием персонала и некачественными медицинскими услугами. А про больницы не хожу, потому что сил нет выстоять там. Больницы ужасно обслуживание. И долго стоять, и долго ждать. А сил-то нет. Вот и все. А боляча куча. В поликлинике, ну как, вот, например, мне сегодня надо было к гастроэнтерологу пойти, на месяц вперед записи нет. Ну, в общем-то, да, конечно, приходится ждать очередь, когда записываешься на прием к врачу. Так сразу в этот же день не попадешь. Приходится ждать. Вот. Ну, надеемся, что это временные трудности, потом как-то все наладится. Попасть, конечно, сложно. Вот. Я записался сегодня. Часа три я просидел, пока попал к врачу. Бегают врачи. Толку мало. Реистратура, допустим, куча людей сидит там у них. Вот. А придешь карточку взять, к врачу пойти. Стоишь очень долго, ждешь. Месяц назад оккупационный прокурор Крыма Наталья Поклонская поручила проверить информацию о необоснованном сокращении зарплат крымским медикам. Как сообщают в ведомстве, основанием для соответствующего поручения стали участившиеся в СМИ публикации, в которых содержатся жалобы медработников на сокращение зарплат. Так, например, в Первомайской центральной районной больнице врачам и медперсоналу сократили зарплаты вдвое. Оплата труда акушерок и медсестер сократилась с 20 тысяч до 12-14 тысяч российских рублей, а санитарок с 12 тысяч до 7-8 тысяч российских рублей. Результатов в прокурорской проверке пока нет, а крымские врачи продолжают увольняться.